Пряж, не возьмёшь! Трапает немчура! Отражая наступление немецких войск, свой первый день рождения, 23 февраля 1918 года, встречает Красная Армия. Собственно, красные ленты и повязки стали её первыми знаками отличия. Всё же остальная форма и оружие, а это в основном шашки и винтовки, остались ещё от прежней армии. Первым собственным, с именем собственным, предметом формы Красной Армии стал суконный шлем со звездой, или попросту Будёновка. Прообраз Будёновки связан с шлемами, потому что в многих странах, в первую очередь, это взято за основу русские шлемы, варяжские, русские шлемы. Но ведь такие же шлемы были и в восточных странах, в том числе Золотой Орды, остроконечные шлемы. Они напоминают как бы шатры и так далее, величие показывал воина. Погоны же, как пережиток прошлого, с плеч красноармейцев исчезли. Вместо них о званиях заговорили петлицы на воротнике. Драпают фрицы! В своё 25-летие Красная Армия снова защищает нашу страну от немецких захватчиков. Только теперь в этом солдатам помогают автоматы, каски и ещё множество нового вооружения. После победы под Сталинградом в нашей армии погоны снова в почёте, и всё с теми же звёздами. Идя в пути прогресса, в 50-е годы ряды родов войск покинула кавалерия. И в это же время появились, как их прозвали, крылатые кинжалы, ракетные войска. Первый! Пусть! Со временем бронёй, то есть облачением, что защищает от оружия, обзавелось и само вооружение, которое так и стало называться — бронетехника. Сейчас её широкий ассортимент, или говоря по-военному, арсенал. К середине века Красная Армия стала советской, а к рубежу веков — российской. Солдаты попрощались с шинелями и пилотками. На форме появились шевроны и нашивки. Ушли в прошлые сапоги и портянки. Изменилась вся опуха военнослужащего. Удаются вот подобные ботинки с высокими берцами. Они сделаны из современных материалов, тёплые. В 2000-е пару лет на пике армейской моды была форма от Юдашкина. Вот здесь вот на пузе будет погон. Сейчас в эпоху офисных работников и в армии есть офисная форма. Заменилась собой поведневную форму одежды для солдата, для офицеров. Современная форма одежды стала более компактной, более удобной. Со временем всё для фронта, всё больше приобретает футуристические черты. Но как бы ни менялась форма, главным, как признаются противники, остаётся содержание. А это неимоверная сила воли и боевой дух наших воинов. Дмитрий Иринин, Игорь Романов, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань.